Дмитрий Кутявин Занимавшегося борьбой с подпольными казино Видно, единороссы не больше, не меньше попросили проверить действия полиции Татарстана Руководство партии обеспокоено судьбой Салахудинова Который был внезапно задержан по обвинению в вымогательстве Вот это я понимаю принципиальность Лидера татарстанского представительства федерального проекта агента Эдуарда Салахудинова МВД подозревает в вымогательстве денежных средств с организаторов подпольных казино Но сначала активиста молодой гвардии вызвали для допроса в качестве потерпевшего По словам активиста, на него напали трое мужчин в масках с битами Было возбуждено уголовное дело по статье хулиганства В первую очередь рассматривали версию о том, что нападение связано с его профессиональной деятельностью На почве борьбы с незаконным горным бизнесом Эдуард Салахудинов организовал движение правопорядок для борьбы с нелегальными казино Под лозунгом защиты активиста-молодогвардейца, пострадавшего от нападения Начались необоснованные обвинения власти республики в коррупции Инициаторами информационной кампании, по мнению республиканских единороссов Являются отдельные молодогвардейцы Однозначно уже огромный удар нанесен по репутации молодой гвардии Единой России На федеральном уровне и в республике Татарстан И самое главное, что мы очень беспокоимся за репутационные потери партии Единой России Прямые оскорбления органам государственной власти МВД Представители общественности не могут не возмущать Негодует в своем заявлении региональный полицовет Полицейские тем временем потерпевшего Слахуддинова Сдержали уже в качестве подозреваемого в деле окрашивания игорного бизнеса Мы изначально занимали позицию, что до конца следствия Делать какие-то выводы, громкие заявления просто нам кажется не то что излишне, а это противопоказано Мы считаем, что критическая масса тех отрицательных заявлений в сторону республики Она превысила все мыслимые и немыслимые размеры Однако республиканская МВД заслала в СМИ доказательства вины Эдуарда Слахуддинова Как, например, этот свидетель Мужчина занимался легальным бизнесом, сдавал в аренду терминалы Тем не менее, с его слов он был вынужден платить Слахуддинову, чтобы тот с вами проверками не препятствовал бизнесу На прямое ничего не предлагал, этим занимались его помощники А если сумма была значительная, то Эдуард был в доле Эдуард лично участвовал в изъятии нескольких терминалов Я присутствовал на этих изъятиях Пытался объяснить человеку, что у него нет никаких законных оснований для изъятия Человек требовал передачи денежных средств за то, что он не будет делать какие-либо действия Вот аудиозапись разговора Эдуарда Слахуддинова, где он предлагает свои услуги Фоноскопическая экспертиза показала, что это его голос Стоит отметить, что по борьбе с незаконным игорным бизнесом Татарстан в лидерах по России С 2011 по 2014 год закрыто 6600 салонов Изъято свыше 58 тысяч игорных автоматов Это примерно 158 автоматов в день И, кстати, не без добровольной помощи татарстанцев Любой житель может сообщить как на горячую линию МВД, так и на портал Народный контроль по поводу нелегальных казино Ольга Морская, Алсох Медзянова, Петр Шамбазов, столица В дело об избиении активиста молодой гвардии в Татарстане уже вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин Он поручил своим подчиненным проверить действия местных полицейских У нас в прикамье громких заявлений партия не делает Все больше и ближе к русским традициям Идешь в гости, возьми подарок Преодолев три сотни километров по воздуху В один из самых северных городов прикамья Чердень Прибыла делегация из Перми Прогуливаясь по Черденскому Кремлю Руководитель компании Лукоил Пермь Олег Третьяков Региональный министр спорта Павел Лях Начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин И секретарь регионального отделения партии Единая Россия Николай Демкин Оценили ход реконструкции историко-природного комплекса В его восстановление Лукоил уже вложил несколько миллионов рублей Но все же основная причина визита другая В поселке Рябинино, что в 7 километрах от районного центра, открыли новый стадион 18 миллионов рублей затратила нефтяная компания на строительство нового стадиона Для поселка с населением меньше 2000 человек это почти что чудо Аналогов которому в других поселениях края просто нет Секретарь регионального отделения партии Единая Россия Николай Демкин был честен с жителями На самом деле к этому стадиону партия Единая Россия не имела отношения до 7 минуты Впервые о поселке Рябинино я услышал 23 года назад И для меня этот поселок всегда с того времени нечто материальное Но как известно с пустыми руками в гости не ходят Тем более на праздник О Единой России в поселке Рябинино останется не только память Сертификат для приобретения необходимого И где-то сетка И где-то сетка с печатью Вот она Погода конечно подкачала, но праздник не испортила Николай Демкин оставил автограф на одном из футбольных мячей И пожелал, чтобы стадион стал объектом притяжения А ребята, вообще жителям поселка Рябинино я желаю, чтобы здесь происходило ровно то же, что происходит на всех построенных стадионах Чтобы здесь всегда были люди, чтобы здесь всегда были ребята Чтобы стадион был востребован Победа и успехов вам Третья сборовка с Евгением Гилев Специально для Чуть-чуть политики Вообще, чем обуславливается такая скромность самой многочисленной и по слухам правовластной партии? Или силы копили, или берегли информационные поводы до осени? Почему-то считается, что летом граждане не готовы воспринимать информацию о деятельности политических партий Я уверен, что это не так Но, безусловно, руководителям партии виднее Они просто знают больше Когда ты чего-то не понимаешь, а понимать хочется Идешь к старшим товарищам Вот и мы пошли А кто может быть старше, чем товарищ из Верхней Палаты Парламента Который называется Совет Федерации У телекомпании Ветта есть такой товарищ Который все, что знает, по-честному нам рассказывает Ведь это так просто Хочешь, чтобы тебе ответили? Задай вопрос Но мы и задали Территория Пермского края не очень характерна Вот именно в наше время, в эти дни Почему? Потому что почти в 40% российских регионов Идут очень серьезные выборные процессы Это связано с избранием глав территорий Это связано с формированием региональных парламентов Пермский край Это пока не затронула кампания Просто из-за политического календаря Для нас Период оживления наступит, я думаю, начиная с октября текущего года Потому что именно в это время Будут активизированы политические силы многих партий Вот если Единая Россия Это крупная партия У нее есть, в общем, разветвленная сеть Она работает регулярно Мы вот даже в период отпусков Периодически проводим заседание Президиума политического совета Нашего в Москве Он происходит Есть заседание региональных соответствующих советов То другие политические партии Не имея таких возможностей Они концентрируются пока там Где проходят какие-то более важные для них выборы Ну вот поверьте, что с октября У нас позиции политических партий Начнутся более, так сказать, представлены явно Интерес будет подогреваться к выборам И уже, наверное, начиная со второго квартала Шестнадцатого года Вы со всей очевидностью почувствуете Что наша страна вступила в период Такого серьезного выборного цикла Потому что будут задействованы уже и федеральные возможности Партий политических Это будет связано прежде всего с выборами в Государственную Думу Ну и когда пойдут праймерис А праймерис, безусловно, пойдут в Единой России Это сто процентов То население уже весной Шестнадцатого года Будет иметь возможность Прямо поучаствовать В процессе формирования списков И в законодательное собрание Пермского края И в Государственную Думу По крайней мере от партии Единой России О том, что делают другие партии Мы непременно расскажем И не потому, что наступает предвыборный цикл А потому, что должны люди знать Если судить по открытому информационному пространству То у них это так Пермское отделение КПРФ Судя по новостной ленте официального партийного сайта Делает ставку на митинги протесты Коммунисты против курса на затягивание поясов Коммунисты солидарны с рабочими Часовского металлургического завода Коммунисты против отмены Автобусного маршрута номер одиннадцать в Перми Ну и классика Коммунисты против роста цены тарифов ЖКХ Против закона о капитальном ремонте многоквартирных домов Региональное отделение ЛДПР наоборот Полно оптимизма Мы способны прокормить себя сами Кричат заголовки партийных статей на официальном сайте Тут тебе и флешмоб, посвященный Дню физкультурника И разъяснение, как правильно делать селфи И заявление о необходимости переименования улицы проспектов И обучение волонтеров проекта Сокола Жириновского Справедливороссы решили напомнить потенциальным избирателям Свою политическую программу Ссылка на нее на самом видном месте официального портала Также СССР организовали тренировку по скандинавской ходьбе Слет партийных активистов на Иринских землях Поучаствовали в праздновании Дня ВДВ в Кировском районе Но и готовят сейчас партийный кадровый резерв Ставка на молодежь До встречи! И помните, даже чуть-чуть политики делает человека гражданином ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА